всем привет сегодня я выхожу в эфир для того чтобы познакомить вас с очередной крайне интересной акустической системой акустика называется onkyo монитор 2001 данная система выпускалась в 1986 году и в 2000 серии монитор это самая верхняя модель акустика выполнена очень качественно применены новейшие технологии на материалах отделки также не скупились и в целом акустика конечно производит впечатление очень высококачественного изделия и неспроста на момент выпуска данная акустика стоила 250 тысяч ем за пару что весьма недешево на тот момент низкочастотный динамик имеет карбоновый диффузор диаметром 35 сантиметров для изготовления такого конуса использовали мебрану сплетенную особым способом из волокна углерода затем эту мебрану формовали в конус дорогие друзья обратите внимание на то самое плетение то есть если мы посмотрим внимательно то увидим что радиальное и перпендикулярное расположение карбоновых волокон на разных участках диффузора находится под разным направлением то есть здесь мы видим что вот прям радиальное направление прямо идет а вот на этом участке уже мы видим что вот такое направление волокон то есть таким образом из разных кусочков собиралась вот это вот мебрана которая потом формовалась в диффузор для того чтобы создать уже даже в структуре плотности данного диффузора создать максимальную жесткость в итоге конечно же получилось невероятно крепкая конструкция в плане жесткости очень легкий диффузор просто невероятно легким как пушинка вот и ну а что еще нужно для хорошего баса собственно говоря здесь все для этого сделано конструкция получилось к тому же еще смотрите очень подвижные то есть этот динамик нельзя называть короткоходом он работает очень артикулированно то есть очень ну скажем с большими с большой амплитудой пользуясь всеми 70 5 литрами объема корпусов акустики поэтому конечно же масштаб и артикуляция баса здесь весьма впечатляет это наверное самая мощная по басу акустика в этой серии подвесы я заменил на пенополиуретановые тоже не оригинальные подвесы оригинальные подвесы здесь были из похожего материала по составу поэтому конечно же такие динамики такие подвесы на динамиках такого типа они уже не дожили до наших дней все они пришли дни годность и подлежат замене что собственно я сделал подобрал максимально вот такой вот мягкий подвес потому что центрующая шайба вот та которая фиксирует основание катушки для того чтобы ну центруют ее и фиксируют она очень нежная и тоненькая и мягкая то есть это говорит о том что вот эта подвесная система она должна быть именно вот такой то есть так как было задумано инженером среднечастотный динамик имеет мебрану купольного типа диаметром 8 сантиметров мебрана изготовлена из тончайшей титановой фольги с внешней части корзина среднечастотного динамика обработана вот таким специальным звукопоглощающим материалом то есть он находится под сеткой мы увидим это нужно для того чтобы снять резонансные помехи с корзины динамика а также поглощать отраженные сигналы просто но очень грамотно и продумано высокочастотный динамик имеет такую же конструкцию как среднечастотный по сути полностью повторяет конструкцию среднечастотного динамика динамики находятся каждый из динамиков находится в своем кабинете как среднечастотный так и высокочастотный данная конструкция называется скотер с внутренней части пространство этих динамиков обработано специальным звукопоглощающим материалом для того чтобы гасить внутренние резонансы конструкция данной системы ну по определению мониторные динамики звучат очень четко выразительно ярко высокочастотный динамик достигает диапазона вплоть до 50 килогерц но это и не удивительно титановая фольга она отличается у других материалов тем что конечно же это тончайший очень тонкий материал при этом он будет очень легким при такой же толщине другой материал либо невозможно достичь такой толщины при такой же жесткости материала либо он будет тяжелее поэтому титан конечно же звучит очень здорово вот ну акустика в принципе хоть и монитор тем не менее обладает очень приятным сбалансированным звуком в этом плане она выгодно отличается от мониторов от yamaha которые у меня были вот в моем обзоре ns 1000 м это известно легендарные колоночки вот и тем не менее хотел бы отметить что он кило 2001 они сделаны конечно же гораздо более интересно и по звуку но и естественно по своей брутальной и очень такой дорогой внешности частотная характеристика данной системы от 25 герц до 50 килогерц сопротивление 6 ом максимальная мощность 250 ватт чувствительность 91 дБ ватт на метр объем одной колоночки 75 литров вес пары данных а с 90 килограмм и и и и и и и и Хочешь, я прибегу Хочешь, я прилечу Мне любую беду Отвести по плечу От тебя, от твоих Глаз от бывших просмех Я смогу за двоих Против горячих всех Только ты позови Поздней ночью или днем Не скажу о любви Не спрошу ни о чем Просто я подниму Тебя в дальней звезде Только мне одному Синий веке свистел И тебя не найдут Ни обиды, ни ложь Полразорких минут Сам на беде сожжешь И забудешь о них И не вспомнишь потом Все смогу за двоих Если будем вдвоем Хочешь, я прибегу Хочешь, я прилечу Мне любую беду Отвести по плечу От тебя, от твоих Глаз от бывших Просмех Я смогу за двоих Против горячих всех Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok